МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект бюджета на следующий год, исполняющий обязанности министра финансов Игорь Тугужеков, представляет парламенту с осторожным воодушевлением. Прогнозные цифры дают повод. Итак, по данным Минфина, доход республики в 2022 году составит 33 миллиарда 221 миллион рублей, а расходы чуть более 36 миллиардов. Дефицит бюджета 2 миллиарда 869 миллионов, и это не превышает 10%. Традиционная большая часть расходов запланирована на социальную сферу, почти 70%. Нулевое чтение – это начало обсуждения с учетом прогнозных доходов и трат, но цифры еще будут меняться. Один из ключевых вопросов от депутатов – а будут ли сохранены и увеличены объемы социальных выплат, в частности, на поддержку льготников. Что касается доходов, около 12 миллиардов планируется получить в виде налогов от крупных промышленников. Мировые цены на уголь и алюминий вселяют надежду. Также власти прогнозируют рост за счет акцизов на алкоголь и ГСМ. Что касается расходов, больше 10 миллиардов предполагается направить на сферу образования, почти 3 миллиарда заложено на дороге, миллиардом больше – на здравоохранение. На поддержку семей с детьми и детей-сирот предусмотрен 1,453 миллиона рублей, в том числе на обеспечение жильем детей-сирот – 300 миллионов. На развитие физкультуры планируется выделить 500 миллионов. Поддержка муниципальных образований будет не меньше уровня текущего года. При этом 22-й обещает стать годом созиданий. Как сообщила Ирина Войнова, начнется долгожданное строительство здания Национального театра в Абакане. Будут сданы две новые школы в селе Берегчуль и республиканской столице. В рамках нацпроектов уже выполнен капитальный ремонт 12 домов культуры, строятся библиотеки и фапы. На ближайшие годы речь идет о десятках социальных объектов. Также депутаты подняли вопрос касательно стройки радиологического корпуса. Мы радиологический корпус сдадим 1 декабря. Наши обязательства 1 декабря. Остается один месяц. Ну вот кто может? Министр здравоохранитель сказать ему. Мы введем его. В целом же коэффициент участия республики в нацпроектах довольно неплохой. Заявлено 11 направлений из 15. И в 2022 году никаких сокращений не планируется. Что касается нулевого чтения проекта о бюджете, документ принят к сведению. Впереди обсуждение на публичных слушаниях с приглашением глав муниципальных образований, а также в комитетах и комиссиях Верховного Совета Хакасии. Корректировка продолжится и после принятия закона о бюджете на федеральном уровне. Обычно это происходит в середине ноября. Что сделано для того, чтобы стало легче дышать, обсуждалось на заседании профильного комитета. Участие в нем приняли специалисты самых разных ведомств, в том числе Минэкологии. Его представители предложили обязать предпринимателей, чьи помещения расположены вблизи теплотрасс, подключаться к централизованному отоплению, а не использовать локальные средства обогрева. Это, по их мнению, позволит снизить уровень загрязнения воздуха. Социально важную тему решено вынести для обсуждения на сессию парламента в рамках правительственного часа. В целом же комитет рассмотрел 15 вопросов, и один из ключевых касается экологии в целом. Вот мы хотели заслушать правительство, какие меры реально они приняли, как эта экологическая обстановка за последних три года улучшилась. Каковы возрастные рамки молодежи? На какую поддержку смогут претендовать молодые семьи? Что такое молодежная политика? Эти и другие определения закреплены в новом республиканском законопроекте. Его подготовил профильный комитет Верховного Совета. Необходимость принятия нового республиканского закона связана с изменениями федерального. Итак, предлагается зафиксировать возрастную планку от 14 до 35 лет. Это позволит большему числу граждан пользоваться мерами поддержки, предусмотренными для молодежи. В законе прописан статус молодой семьи. Понятие «молодежная политика» и «молодежные объединения» — это лишь малая часть корректировок. Проект закона будет представлен на ближайшей сессии. В июльской сессии был принят закон в первом чтении. И было принято решение его обсудить со всеми участниками процесса. То есть с молодежью, с Министерством образования, с Советом законодателей, который у нас есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова